Ребята, всем привет! С вами я. И сегодня я отправляюсь из Новосибирска в Пермь, обратно. И город не хочет меня отпускать. Вообще, небо стало под вечер мрачное, там собирается дождь, поднялся ветер на улице. Поезд мой опаздывает. Смотрите, девятый поезд. Опоздание 50 минут. Эх. Ну ладно, погуляем по вокзалу. Походим по второму этажу. Хотя там вы уже. Значит, стоянка будет сокращена, чтобы внимательно следить, когда прибывает поезд, и бежать скорее на перрон. Ребята, я уже нахожусь на перроне. Сейчас приглашают пассажиров на посадку на второй путь. Девятый поезд, который мне нужен, да, Владивосток Москва. Но на табло в вокзале не показывает, на каком пути стоит поезд. Показывает также опоздание и прибытие там ориентировочно в 22 часа 45 минут. Когда я подошел к своему вагончику, показал паспорт проводников. Проводник сказал, что да, это девятый поезд, все, у вас 13-е место, следую в купе. Но прикол в том, что девятый поезд еще не пришел с Владивостока, он идет с опозданием. И там часть вагонов остается здесь, и с этих вагонов пассажиры пересаживаются в эти вагоны. Со второго по 14 здесь вагоны стоят, прям целый состав. Ну и, конечно же, какая-то часть еще там остается в составе, в поезде девятом. Мы прицепимся и покатим дальше. Я так и не понимаю, с чем это связано. Возможно, какие-то больные вагоны, что ли, непонятно. Но я понимаю, один вагон там больной или два, там, по кондиционеру какой-нибудь выцепят или по колесам. Но чтобы вот так вот целый состав. Может быть, я что-то недопонял, в общем, не стал больше спрашивать. Сегодня нагулялся по Новосибирску пешком туда, туда, туда. Короче, там так интересно называется улица. Вокзально-магистральная, что ли, в общем, как выходишь с вокзала и по правую руку. Нагулялся сегодня, будь здоров, но был сильный. Как сказать, погода была хорошая, ветерок был, тучки были как бы, но не было как сейчас. А сейчас вот под вечер здесь небо все в тучах, хмурое небо. Новосибирск плачет, Леня уезжает. Вот, и небольшой дождик начал чуть-чуть капать. Ну, в принципе, и обещали к десяти часам. Я смотрел погоду в интернете, что будет дождик. Вот, что еще сказать. Я очень устал, находился сегодня, нагулялся, поэтому я, когда сяду в вагон, застелю себе постельку и буду спать. И уже ночью я не буду выходить ни в Варабинске, ни в Омске. Я, наверное, все это просплю. Девять. Вот, вот сюда прибывать, на третий путь. Ну, в принципе, что, сейчас удобно будет пассажирам отсюда перебежать сюда. Вот так. Ладно, давайте пока там в купе немного народу, пока, если никого нет, давайте я сейчас зайду, застелимся сразу, приготовимся. Ну, и гаджеты поставим на зарядку, то у меня все село. И я сегодня вчера вечером в гостинице забыл на ночь поставить пауэрбанк заряжаться. Ну, камеру, ладно, зарядил, микрофон зарядил, а пауэрбанк забыл. Телефон, ладно, тоже зарядил. Все, давайте сейчас буду звонить всем, всем, всем. Говорить, что я сел, все в порядке, я в вагоне, не остался здесь. Вот. Ну, что, включусь уже завтра утром или когда уже так. В Тюмени, наверное, будем тогда или в Екатеринбурге. Ну, проснусь, в общем, и включусь. Вот. И скажу, как? Нагоняем время, не нагоняем. Ладно, пошел я грузиться. Ну, давайте сейчас загрузим еще. Купай, покажу. Так. Вот. Ничего не видно. Вот моя нижняя полочка. Давайте фонарик включим на телефоне. Сейчас включу, быстренько. Сегодня, видите, у нас уже вечер. Поэтому свет-то большой не включили. Ага. Вот. Видите? У нас есть софиты же здесь. Ага. Они не работают. Ясно. А здесь софит работает? Нет, не включен, значит. Ну, вот. Сейчас. Опа. Так вот сделаем. Вот она. Купешечка. Белье у меня уже приготовлено. Сейчас застелюсь сразу. Разденусь. И будет все окей. Меня видно? Видно? Все. Ребята, я застилаюсь, ложусь спать. Включаюсь уже завтра. Доброе утро, ребята. Мы подъезжаем к станции Тюмень. Стоянка 19 минут. Сейчас умылся, позавтракал. Ну, кофе попил, то пряник скушал. Тульский. Вот. Сейчас подъедем на станцию, выйдем на дверон и расскажу вам, как у меня прошла ночь. Ну, вот, ребят, мы приехали, оказывается, с опозданием. И быстро-быстро вот постояли поговорить по крестикам. Всем привет. Спасибо большое, что встретил. Презент вручил. Наклеечку. Все как положено. Вот. Еще раз спасибо за встречу. Было приятно пообщаться. Ну, и что, значит, в следующий раз можно будет приехать в гости сюда, в Тюмень. Обязательно погуляем. Да. Тюмень красивый. Да, кстати, да. Тут же еще Женя живет. Да, подписчики еще есть. Да, да. Так что приезжают. Так что смотрите. У меня есть уже куда ехать. Уже наметки такие. Вот. Ну, ладно, пять минут остается. Я, ребят, кружусь и еду дальше. Ну, вот, ребят. Две минуты, и мы сейчас отправляемся. Спасибо еще раз подписчику из Тюмени, Роману, за то, что пришел, встретил. Я наклеечку вручил. Роман угостил меня вот таким вот кофе Якобс. Блин, Роман, спасибо большое. Дорогой, конечно, кофе. Ну, я такое кофе не могу себе позволить. Ну, могу, конечно, но не часто. Обычно беру что подешевле. Вот, Роман подарил кофе Якобс и вот такой вот шоколад. Ага. Молочный с начинкой, трюфельной. Поглядите, какая прелесть, какая красота. И вот уже отправление. Ну, Роман отправления ждать не стал, ушел. Вот. Еще раз хочу поблагодарить Романа за кофе, за шоколад, за встречу. Спасибо большое. Вот. И Роман приглашает в Тюмень. Вот. После поездки в Новосибирск. И потом у меня еще будет одна поездка, ребят. После этого все, как бы, время остается. Можно и съездить в Тюмень. Так как здесь еще, кроме Романа, еще подписчики живут. Здесь живет Евгений. Вот. И можно будет, наверное, съездить и до Тюмени. Но ближе уже к тому времени все будет ясно. Итак, давайте расскажу, как прошла ночь. Все легли спать. Пассажиры, естественно, были недовольны. В общем, рассказываю, в чем была причина. Произошла авария, сход 29 вагонов грузового состава. Ну, грузового поезда. По станции, по-моему, свободная. Как-то так. Вот. При... Когда сошли вагоны с рельс, задели опору ЛЭП, обрыв проводов, случился пожар, загорелся лес. В общем, пассажиры, которые до этого следовали поездом 9, Владивосток Москва. Их там эвакуировали, пересаживали. Часть пассажиров над другим поездом уехали до Новосибирска, часть автобусами. Так вот, их привезли. И получается, что в Новосибирске сформировали новый состав. Также под номером 9, Владивосток Москва, сообщением сформировали со 2 по 14 вагон. Поэтому на табло показано было опоздание, а я пришел в состав, есть на втором пути и приглашают пассажиров на посадку. Ну вот, когда я пришел, я один, главное, что загрузился в вагон, сел и никого пока не было. А потом, прямо кучей раз, сразу пассажиры. Ну, как у них по билетам, какие места были, вот они расселились. Все крайне пассажиры недовольны тем, что произошла авария, недовольны тем, что у них получилось 3 пересадки. Вот здесь сверху едет пассажир, сейчас просто в соседнем купе. Вот он вообще недовольный. Опоздание у нас было с Новосибирска, выход, ну выезд с опозданием был почти 2 часа, больше чем полутора часов. И по пути вот до Тюмени мы восстановились в графике, нагнали время. Но, ну как до Тюмени, в Омске я сверял, я вставал ночью в Омске, смотрел. Прибыли вовремя, все. Даже по станции татарской уже были вовремя. А сейчас к Тюмени вот опять подъехали немножко с опозданием, ну Роман сказал. Ну ладно. Вот и надеюсь в Екатеринбурге будем вовремя, потому что там также должны прийти ребят встретить. Мне также надо вручить опять же презенты, наклеечки. ночью я спал хорошо. Единственное, что знаете, у меня сон чуткий, поэтому мы едем, да, вот гул стоит, шум такой, ну как от движения поезда. Так вот, когда вот так же, например, проезжаем мост какой-то, да, и звуковая волна от опор моста отдает обратно сюда в окно или так же вот проносится грузовой поезд, становится чуть, ну, громче, чем ты привык заснуть под движением поезда, под шум колес. Ну, в общем, как будто вам на, скажем, минутку в звук добавили резко, особенно когда скорость большая, и убавляет. И вот этих вот перепадов звуковых, и я просыпаюсь, потом усну, потом просыпаюсь, потом усну, вот и так вот ночь была. И, понимаете, в новосибирске время два часа разницы с нашим, и по пермскому времени это еще не поздно, а по новосибирскому уже спать пора ложиться, и мне вот непривычно, поэтому все пассажиры легли спать, все спят, а я лежу, и долго не мог уснуть, и, короче, потом все-таки уснул. Вот. Спросил, есть ли вагон-ресторан здесь, в поезде. Вагон-ресторана нет. С собой у меня еды практически не было, был кофе три в одном, и вот я у проводника. Я брал пряники, один еще остался, тульский пряник. Думал, два съел. Видите, он большой, один скушал, и все. Сейчас, значит, что делаю? Раз пришли с опозданием, пока разговаривали, стояли с Романом на перроне. Вот. И что? Я не успел сбегать в какой-то там киосочек, что-то купить, покушать. Пойду проводнику. Слава богу, что перед тем, как сесть в поезд, я в Новосибирске сходил в банкомат и снял наличные деньги. Ну, знаете, в дороге связи нет. Если даже был бы и погон ресторан. В принципе, я для этого и снимал наличные деньги, что я пойду в вагончик, и там за наличку буду рассчитываться. Потому что связь не всегда в дороге есть. Карты расплачиваться-то. Все, тогда я сейчас пойду к проводнику. Наверное, возьму что-то такое. Лапшу быстрого приготовления, что еще. Вот и буду обедать по обеду. И следующая станция у нас Екатеринбург. Больше нечего пока добавить. Смотрел по приложению. Рожидаю пассажирам. С Тюмени до Перми. Вот сюда в купе больше билетов не продано. То есть сейчас в Екатеринбурге сосед сверху выйдет. Ну, ближе к Екатеринбургу будем подъезжать. Посмотрю еще раз. То есть сосед сверху выходит. Эта полка не продана. Здесь человек, пассажир ехал. Вышел в Тюмени. Если так и дальше пойдет, то до Перми от Екатеринбурга я вообще один поеду в купе. Сейчас сижу, вот кофе пью. Еду потихонечку, наблюдаю за окном пейзажи. Я вот обратил внимание на эту полку. А кофе на криво-то стоит. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А че она криво-то стоит? Вот, смотрите. Вон видно, да, угол. Давайте посмотрим, че она. Смотрите, вон перекручивали, видимо, уже. Меняли тут че-то. Может, полку меняли. Вроде как отверстие-то есть. И нет. Нет, там не видно, что был саморез. У кота. Такая же кривая. Эти ровно идут. Это выше. Может, так задумано тогда, что ли? Что она должна быть чуть выше. Мне казалось, по-моему, что они все вровень шли. Здесь ниже. Здесь выше. Тоже, да, вот эти две ровно идут. А это чуть выше. Все равно как-то она кривовато, короче. Глаз немножко мне это рябит. Софиты ночью такие тоже не работали. Они, в принципе, софиты-то не нужны были. Я ночью спал. Пассажиры спали. И если мне что-то и нужно было, там вот я внизу, видите, розетка. Вот у меня там наушники заряжал, пауэрпанк заряжал, да че. Телефоном. Вот так вот открывал просто. Ну, это подсветка экрана. Так вот посветил, посмотрел. И, получается, не мешал никому, ни пассажирам, ни сверху, ни снизу. А так софит бы включил, он яркий такой. Здесь работает кондиционер в купе. Сейчас где-то температура воздуха составляет 19 градусов, наверное. Ну, в купе. Не жарко, не холодно, комфортно. То есть я в футболке, в шортах сижу. Нормально. Ночью кондиционер тоже, по-моему, работал, но его включали, по-моему, и выключали несколько раз, я замечал. Вот. Вот. Но все же я, ребят, ну, сейчас покажу. Сначала, вот видите, как бы здесь даже не просто, а нет, да, не просто здесь, видите, а этот, пододеяльник. Вот. Можно было плед-то туда завернуть, в пододеяльник. Вот. Я сначала им укрылся, спал как бы нормально, а потом, видимо, уже совсем ночью глубокой стало на улице прохладнее, и кондиционер-то еще работает тут, так. Под замерз, залез, взял плед себе, укрылся. Вот. Сейчас у нас, что, Екатеринбург через 3 часа 40 минут. Да. Ну, через 3,5 часа, в общем, Екатеринбург, я покушал. Ничего такого нормального проводника в чайке, ну, и из еды, я имею в виду, что нет. Вот. Лапша быстрого приготовления, роллтон, либо пюрешки, все остальное это сладости, кондитерские изделия к чаю. В общем, вот, взял лапшу, сделал, ну, поломал ее, в общем, сделал как супчиком, попросил у проводника большую ложку нормальную, вот, покушал. Ну, а что, есть хочется, надо как-то червячка заморить. Вот, лапшу поел, кофе себе завоел, вот, у меня остался последний 3 в 1 пакетик. А после лапши вот что-то не захотелось мне ни пряник, ни шоколадку. Шоколад вообще, наверное, вкусный-привкусный, но вот после Екатеринбурга, наверное, спробую шоколадку. А может, нет, нет, кстати, не буду. Я домой его вывезу. Вот так вот, я его дома съел. Вот, спасибо Роману большое-пребольшое. Буду первую серию монтировать сидеть. Заварю себе якобс кофе. Я куплю сливки дома в магазине. Заварю себе якобс со сливками кофе. Открою шоколадку. Поставлю все это так вот на стол, ну, рядышком. И буду сидеть, монтировать первую серию, как я поехал в Новосибирск. Это будет классно. С одной стороны, многие скажут, классно путешествовать одному в купе, да? Кто тебе не мешает. С одной стороны, да. С другой стороны, если у вас соседи хорошие, общительные, то вам скучно будет здесь одному ехать. Вот сверху сосед, общительный дядька, хороший. У него там своя компания, и он ушел туда, к своим купе. Тем более, они в Екатеринбурге все выходят. Он даже кружку свою отсюда забрал, вещи частично забрал туда. Сказал, я там буду. Ну ладно, еду один. За окном мы проезжаем. Какую-то станцию проехали, забыл прочитать. Подстанция электрическая. Какая-то была деревня, поселок, не знаю. И вот так вот, еду себе и в окошко наблюдаю. Что-то там шипит-то. Это аж пылесос работает. Уборка идет. Там проводник пылесосит в коврике. Тут тоже коврик. Сейчас, наверное, тоже будет пылесосить коврик здесь. А у меня здесь рюкзак стоит. Ну это что, уберу все. Ладно. Пофиг. Я там, что такое шипит? Это пылесос гудит. Все. Ладно. Включимся в Екатеринбурге. Я, наверное, сейчас наушники одену и буду музыку слушать и в окно любоваться. Через 40 минут Екатеринбург. Кстати, пока ехали с Тюмени, все-таки я доел второй пряник. Захотелось что-то кушать. Вот. И сейчас в приложении, видите, ребят, смотрю. Вот мое место, тринадцатое. Раз, два, три. Раз, два, три. Все пустое. До Перьми. Похоже, что я еду один в купле. Ну и ладно. Сейчас пассажир пришел здесь, забрал вещи, постельное белье и так далее. Все сдает. Вот. 29 минут стоянка написано в Екатеринбурге. Туда ехали, час стояли. Обратно 29 минут. Нормально. В Пермь прибудем. Слушайте, да, давайте посмотрим. Так, здесь у нас показывает 22 часа 26 минут по местному времени. Нормально. Я как раз на автобус успеваю. Не надо будет такси вызывать, тратиться. Вообще здорово. Вот. Еду. Вполне хорошо. Кондиционер так же. То включат, то выключат. Видимо... Вот когда он, кстати, работает, здесь прохладненько так-то бывает. Ну вот купе закроешь, когда вот дверь... Я сейчас закрыла, потому что там дети бегают по коридору. Кричат. И, короче, купешка когда закрыта, кондиционер работает. Ну прохладненько здесь так как бы сидишь, чувствуешь как бы холодок такой. Не критично, конечно, ты там мерзнешь, прям сидишь. Нет. Ну холодок такой чувствуется. Вот. А сейчас, видимо, кто-то из пассажиров пожаловался, что прохладненько. Выключили. И вот сейчас не дует сверху. Ну и не жарко. Нормально. В общем, соблюдается температурный режим. Прям вообще здорово. И вот как мы едем с Новосибирска, проводник все один и тот же. Ну, на однерку работает. И вот проводника немножко жалко, что вот ей приходится и ночами работать, толком не поспать. И сейчас вот она ходит, то там туалет убирает, то здесь, то мусор поменяет, эти все сложит. То в коридоре она тут пылесосила, купешки пылесосила, в общем. Я пошел у нее спросить, работает ли душ в штабном вагоне, можно ли сходить там и так далее. Я пошел и увидел, как тут с Тюмени до Екатеринбурга никаких остановок нет. То есть едем, что получается, четыре часа, чуть больше. Вот. И я смотрю, она сидит, кушает, ну так это, отдыхает в общем. Сидит, кушает, в окно смотрит. Немножко так у нее глазки слепаются, немножко так это. Ну видно, что устал человек. Не буду спрашивать. Пускай сидит, пускай отдыхает. Пусть даже на себе там, наверное, будильник заведет, что вдруг прикемарит, чтобы перед Екатеринбургом проснуться, пойти и предупредить всех, кто выходит, проконтролировать, чтобы все вот там стаканы сдали, белье сдали и так далее. Вот. Ладно, что подумал, сегодня уже вечером буду дома, да терплю до вечера, вечером схожу в душ. И вот есть красивые места, проезжаешь, как только хочешь заснять, уже проехал. А самое, нет, самое что, вот обламывают красивое место. Там, достаешь камеру, настраиваешь, хочешь съемку включить. Ух, товарняк пролетает мимо. Сидишь, ждешь, 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 когда проедешь, чтобы съемку включить. В итоге, он проезжает, он проехал, и красивое место проехали. И такой, сидишь, эх, ну ладно. И вот так вот большинство случаев. Сижу, сижу, сижу в окно, смотрю, о, красиво, как думал, засниму. Что телефон, что камеру, раз, товарняк едет. Ну что ты, ты все опять не обломал. Ну ладно. Че? Приготовить надо, наверное, наклеечки, потому что в Екатеринбурге ребята сейчас встретят. Вот. Еще раз, наверное, написать надо ребятам. Заранее уточнить точно. Будут встречать, не будут. И готовиться, готовиться к прогулке в Екатеринбурге. Пряник съел, но он сладкий, а я сладкое так, знаете. Я вот чай сладкий пью с сахаром. А вот что-то съесть, пирожные какие-то там, торт, сладкое что-то. Для меня это уже перебор, уже не очень. Ладно. Тут ничего, нет такого, как бы выпечку уже не будут продавать. Правильно, право, Никита. У нее срок годности маленький. А вагона ресторана нет. Ну вот сейчас в Екатеринбурге, если повезет, будут стоять ларьки. Там что-нибудь возьму. Хочется что-нибудь мясного с мясом. А не лапша быстрого приготовления и пряник с этим, со сгущенкой. Вот. Ладно. Включусь уже в Екатеринбурге. Все обещаю, да, обещаю. Включусь, включусь, а включаю раньше. Включаю, включаюсь. Ладно. Давайте. Буду писать, узнавать. Екатеринбург. Столица Урала. Мы уже проехали станцию Шортаж. Сейчас должны проехать, по-моему, Первомайскую. Сколько я помню, станция должна быть. И потом уже станция Екатеринбург. Ага, ну да, вот она. Первомайская пролетели. И следующая Екатеринбург. На улице, я так понимаю, жарко. Ну да, в принципе, в интернете смотрел 27 градусов. То есть, когда я 3 дня назад ехал в Новосибирск, то я выходил уже в куртке здесь. Не очень-то и тепло было. Или не помню. По-моему, в куртке я был. Но в куртке и в штанах точно был. Сейчас буду выходить в футболке, в шортах. Жарко на улице. Наклеечка. Илья нас встретит. Подарим. А вот Денис сказал, что сегодня не получается прийти навстречу. Ну, ладно. У Ильи, значит, будет две наклеечки. У Дениса одна пока. Немножко, видите, ребята, сбросили скорость. Объявляют только по опоздавших поездах. Вот сейчас Илья пишет мне в мессенджере. Но говорит, что еще нас даже не объявили. А, вот. Написал. Написал, ребят, все. Писал. Шестой путь. Пойдемте готовиться к выходу. Держи. Опять? Опять. Что, отойдем куда-нибудь туда? Не мешаться. Много, много выходит, много заходит. Я-то пока не забыл. Я тебе обещал подарить, но подрешатся. Я не знал, какой ты любишь, поэтому извини. Это кофе? Да. Ладно, я позже скажу. Ну, нет, спасибо, конечно, большое. Нет, серьезно, я не знал, какой ты любишь, поэтому извини. Кофе натуральный, ребята. Все, я теперь кофе на безблизи на полгода точно. Спасибо большое. Что, мы без опознания пошли? Да вот, даже раньше, так скажу. А, вот сорок минут, что мне красиво. Ну, сейчас сорок три, но три минуты после дуга стоим, потому что выкопить лучше было. А, ну да, да, да. Много выходит, много заходит. Я смотрел-смотрел, вроде пустое-пустое будет это купе. А сейчас посмотрел, нет, одно место все-таки уже заняли. Значит, до Перми мы вдвоем с кем-то заедем. Кто-то подсядет на нижнюю полку. Кто-нибудь разложится на купе. Давай от гаворилки отойдем куда-нибудь подальше. Ладно, ребят, время есть, мы сейчас прогуляемся. Поищем, что-нибудь мясное. Как всегда, времени поболтать мало. Видно, не видно? Пять минут до отправления. Все. Спасибо за встречу. Еще раз наклейку заработал. Молодец. Состав по частям суперяю просто. Ну да. Дома будет все потом необходимое. Не, лучше туда, знаешь, коллег-то упал, где-то вот оттуда взять и придать домой. Вон там, любой, есть там прогуляющий. У меня и голову. Забавь, коллег-то упал. Точно. Ладно, ребят, мы грузимся. Вернее, я гружусь. И не остаюсь. Поехали дальше, поехали домой в Перми. Тут, кстати, гроза собирается. Подходит уже. Ну, очень жарко здесь. Жарче, чем на Василии. Нет, там тепло, хорошо. Тоже подболки блял. Но здесь прямо душно вообще. Кстати, в Перми тоже объявляет. Тьфу, объявляет. Обещаю грозы. Объявляет. Зеленый горит, кстати, все. Да, вообще. Мне пора, я поехал. Давай, Люба. Счастливо. Ребята, грузимся. Мы подъезжаем к Кишерти. Потом будет у нас река Осыова, Камень-Нермак и город Кунгур. Передаю привет Александру Гайзеру, город Кунгур. Подписчик там живет. Ну, а подписчику Илье еще раз спасибо за то, что пришел, встретил. Ну, и за пачку кофе. Я теперь кофе затарен. Рома привез кофе. Илья принес кофе. Спасибо вам, ребята. Вот. Что хочу подметить, ребята. Что здесь у нас в вагоне проводник работает на единицу. И по словам проводника, она приехала только с рейса с Анапы. Толком не отдохнула и сразу же в рейс до Москвы с Новосибирска. Вот. На единицу работает, значит, это она одна. Так вот, уже, можно сказать, практически сутки она не спит. Толком не отдыхает. На благо нас, пассажиров. Весь рейс постоянно что-то делаю. Здесь вот поручни протирала, убирала. Двери отмывала. Потом пылесосила два раза наши купе. В туалетах постоянно убирается. Мусор постоянно убирает. Вот. Плюс еще, ну, там, пассажиры что-то просят. Ложку, кружку, спрашивают. Ну, и, конечно же, чайную продукцию покупали. В том числе я брал конфеты, пряники, да этот. Ну, вермишель быстрого приготовления. Вот хочу выразить огромную благодарность проводнику. Жалко. Действительно. Видно, что человек устал. Видно, человек хочет отдохнуть. По-нормальному выспаться. Но работа есть работа. И, как я всегда говорил, да? А все почему? Потому что все для пассажиров. Так вот, видите. Ну, а я, я нахожусь, видите, по другую теперь баррикаду. Пока я в отпуске. Путешествую. Я пассажир. Вот. Никому не рассказываю, где я работаю, кем я работаю. Но, одно исключение. Мой сосед в купе едет с Екатеринбурга в Пермь. Был на повышение квалификации. Является железнодорожником. Путейцем. Ну, вот. У нас много общего по тематике железнодорожной. Много обсуждали, говорили, рассказывали разные истории друг другу. Вот. И, ну, что хочу сказать, что, как бы, снимать я этого не стал, потому что человек не хочет разговаривать и сниматься. Ну, на камеру. В смысле, сниматься не хочет на камеру. Поэтому не стал этого делать. Сбрасываем скорость. А? Сбрасываем скорость, говорю. Камера. Хе-хе-хе-хе. Ты же вышел, удивился, что это у тебя такое. Камера. Сбрасываем скорость, значит, подъезжаем уже к Кишерти. Но пока не видать еще ни камня Ермака, ни реку своего. Кстати, кондиционеры шпарят в последнее... В последнее время, вот сколько мы едем в Екатеринбург, вообще шпарят. Там в купе холодно. Чтобы погреться, нужно сюда выйти в коридор. В футболке стало в шортах сидеть холодно. Вот даже сосед кофту одел на себе. Дует сверху. Ну, это ладно. Сейчас к вечеру, наверное, кондиционеры выключат, потому что в ночь все-таки температура воздуха на улице не 30 градусов, меньше. Нормально. Еще получается, что у нас сейчас через 10 минут кунгур, через 2 часа берем, и я дома. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует...